Всем доброго времени суток, друзья! И сегодня мы посмотрим, зачем человеку нужны отношения с вами. Это действительно искренние чувства, искренняя любовь, дружба или душевное отношение? Или все-таки человек в данном случае пытается получить какую-то выгоду от отношений с вами и хочет реализовать какие-то свои меркантильные планы? Это вопрос хороший и здесь вы можете загадывать не только своего партнера, не только мужа, жену, парня, девушку. Нет, в данном случае, в данном гадании вы можете загадывать любого человека, подругу, сотрудника, с которым вроде бы могут сложиться приятельские человеческие отношения. Ну или, конечно, вы можете загадывать своих партнеров и смотреть, насколько искренние отношения задуманного человека к вам. Любит ли человек? Или он пытается вас каким-то образом использовать? Или он пытается действительно с точки зрения меркантильности, с точки зрения выгоды получить что-то от отношений с вами? Сейчас мы будем рассматривать эти вопросы. Я, конечно, надеюсь, что ответы у всех будут хорошими и позитивными, но здесь уже, как я обычно говорю, что выпало, то и нужно озвучивать. Что выпадает, то человеку и нужно говорить, потому что иначе, если начинать придумывать и начинать каким-то образом, ну, скажем так, здесь вот переворачивать в более позитивную или в более негативную сторону, то вообще теряется всякий смысл гадания в таком случае. Поэтому, что увидим, то и расскажем, то есть, что выпало, то и будем говорить. Шесть вариантов. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой. Вы можете загадывать как по цифре, как по рубашке карт, которая просто вас притянуть может в определенный момент, так и по порядку открытия карт мной. То есть, ту карту, которую я открою четвертой, пятой или третий, вы можете настроиться и выбрать тот вариант, который вам подходит. Главное сделать это максимально интуитивно. Итак, человек испытывает к вам искренние чувства, любовь, дружбу, симпатию. Или он ищет что-то для себя, или он манипулятор, или он действительно ищет какую-то выгоду. Что им руководит в данном случае? Какие чувства он испытывает в создавшейся ситуации? Для тех, кто выбрал четвертый вариант, он первый по порядку открытия. Ну, вот здесь как раз-таки ложится та карта, которая говорит о финансах. О материальном и о том, что человек действительно очень хочет получить что-то легко и непринужденно. То есть, здесь ложится, да, определенная карта, которая говорит о меркантильности, которая говорит о том, что человек хочет получить нечто от вас. Это могут быть как финансы, то есть, это могут быть действительно какие-то вещи, выражающиеся в материальном эквиваленте. Или это может быть то, что будет удовлетворением эгоистических потребностей человека. Иными словами, здесь больше, конечно, меркантильности, нежели чувств. Поэтому вот в этой ситуации, то есть, может быть, человек в общем, в принципе, с вами общается уже много лет, но при каком-то предложении, которое сейчас поступило с его стороны, он руководствуется не чувствами. А в данной ситуации, которую вы задумали, руководствуется именно приобретением некой выгоды и именно материальной заинтересованностью. Материально это не всегда деньги, еще раз повторюсь. Это может быть какая-то выгода косвенная, это может быть действительно что-то финансовое, а может просто быть удовлетворением определенных потребностей данного загаданного человека. Для тех, кто выбрал пятую позицию, она у нас вторая по порядку подъема. И здесь вот ложится тоже очень интересная карта, очень интересный аркан, который говорит нам о том, что в данном случае человек находится в спорной ситуации с самим собой. В данном случае человек может сам достаточно, скажем так, невнятно понимать, что же на самом деле с ним происходит и что хочет в отношениях. То есть здесь человек в режиме спора самого с собой, а может быть и с вами. Но в любом случае сопровождающая, сопутствующая карта одна и другая говорит о том, что человеческие чувства к вам, загаданному человеку не чужды. Просто для него сейчас спорный момент. И если вы не будете переходить на личности в создавшейся ситуации, то есть все шансы решить вопрос именно полюбовно, именно так, чтобы здесь победила любовь, дружба и другие хорошие, позитивные чувства, а не какая-то гадость в виде меркантильности, желание нажиться на вас и желание получить какие-то деньги, например. То есть здесь ситуация, которая может быть под относительным вашим контролем, и вы эту ситуацию действительно можете улучшать. Но риск того, что если вы сейчас будете вести себя достаточно конфликтно или спорить непродуктивно, неадекватно с человеком, что он здесь предпочтет найти собственную выгоду, вот такой риск он все-таки имеется. Этого скрывать мы, естественно, не будем. Как есть, так и говорим. Для тех, кто выбрал вторую позицию, она третья по порядку открытия. И здесь ложится карта, которая говорит о том, что по сути своей человек относится достаточно ровно как к вам, так и к тому материальному, что вы можете привнести в его или в ее жизнь. В данном случае человек достаточно стабилен. И, скорее всего, вы видите именно то, что он транслирует. И внутри него тоже находится именно то, что он транслирует в ваш адрес. Иными словами, мы не видим здесь особой, действительно, какой-то жесткой меркантильности. Мы здесь видим просто некое действие человека по правилам. Это может быть достаточно сухое какое-то поведение или немножко официальное. Но, тем не менее, здесь мы не видим умысла получить от вас какую-то выгоду. То есть здесь мы не видим, что человек охотится на то, что вы имеете, или на то, что вам принадлежит, или на то, что вы можете ему дать. Здесь достаточно умеренное отношение такое. Мы не видим какой-то очень большой любви, но мы видим, что человек и не желает каких-то дурных поступков по отношению к вам. Но в любом случае, вот при этой ситуации, особенно когда человек пытается смирить какие-то свои меркантильные порывы, а здесь есть такой нюанс, вы не должны его дразнить чем-то материальным, для того, чтобы не усугублялась вот та темненькая сторона, которая очень вяло, но тем не менее может проявляться по сочетанию тех карт, которые были здесь показаны. Для тех, кто выбрал шестой вариант, он у нас будет четвертый по порядку открытия. И здесь ложится карта, которая говорит о том, что все-таки в данном случае для человека вполне определена материальная цель. И это не то, чтобы в чистом виде деньги, то есть в данной ситуации человек не то, чтобы хочет чего-то, что можно потрогать руками, положить в кошелек, перевести на банковский счет. А в данном случае человек может поддаваться своим страстям. И в данном случае человек может желать выгоды, которая также может быть связана с тем, что касается именно человеческих страстей. Даже если человек, например, хочет с вами близости, хочет с вами интимных отношений, это тоже своего рода игра с его стороны. Здесь мы можем говорить о том, что человек в любом случае, не относясь к вам особо плохо, действует в свою пользу и хочет извлекать свою выгоду из отношений с вами. По крайней мере оставаться не в убытке. Вот эта специфика здесь имеется по данной карте. И все-таки мы видим, что, к сожалению, человек своего в том, что происходит, не упустит. Для тех, кто выбрал первый вариант, он у нас пятый по порядку подъема. И здесь мы видим, что человеком движут именно чувства, именно эмоции, что со стороны человека может быть влюбленность, теплое, хорошее, позитивное, доброе отношение, очень эмоциональное отношение. Но вот эти эмоции могут и убивать отношения. То есть, когда очень много драйва, когда очень много эмоционального напряжения, все это может взорваться. И для того, чтобы не взорвалось, эмоции можно немножко успокоить. Но мы здесь не видим желания со стороны человека именно финансовой какой-то выгоды или выгоды материальной. Просто мы видим, что человек в отношениях с вами не может справиться со своими чувствами, потому что они достаточно мощные, они достаточно сильно на него влияют. И здесь мы можем говорить, что да, в этих отношениях больше именно человеческого, больше любви, дружбы, симпатии, нежели финансовой или любой другой выгоды. То есть, в данном случае, человеком движут эмоции, здесь есть любовь и здесь есть то, что идет от сердца, а не от кошелька. Для тех, кто выбрал третий вариант, он у нас получается шестым по порядку открытия, но здесь ложится специфическая, интересная такая карта. Ну, собственно, любой аркан можно назвать, естественно, специфическим, но не нужно здесь со счетов снимать то, что человек может быть на вас обижен. По сути, он не хочет ничего материального от вас, то есть, здесь мы не видим ту картину, когда человек пытается извлечь глобальную выгоду. Какие-то такие вот вещи, знаете, нехорошие в отношениях с вами. Здесь мы не видим картины, которая бы говорила о том, что человек хочет получить что-то, что касается финансов, что касается имущества, что касается какой-то прямой выгоды. Но человек может, вот в данном случае, приоткрылась карта у нас, хотеть справедливости, хотеть определенного реванша. И здесь мы можем сказать, что есть больше человеческие эмоции, что здесь есть больше, конечно, чувства, нежели желания материального, ну-ка, что у нас здесь выпало, нежели желания материального удовлетворения, но страсти, которые обуревают человека в данном случае, могут быть недобрыми. И человек может желать не получать от вас выгоду, но причинить вам боль. Сделать так, чтобы вы чувствовали что-то дурное, что-то плохое, но он считает, что поступает определенным образом справедливо сейчас по отношению к вам, что вы должны страдать, и вам должно стать в какой-то момент не по себе. В какой-то момент человек будет готов действительно обидеть вас. В этом случае, если вы действительно виноваты, то нужно покаяться перед человеком в том, в чем вы неправы, если вы действительно считаете себя неправыми. Если вы считаете себя правой, или вы действительно правы в этой ситуации объективно, то в таком случае лучше минимизировать на ближайшие несколько недель общение с данным субъектом. То есть как можно меньше соприкасаться, как можно меньше провоцировать конфликтные ситуации. Но в данном случае мы видим, что выгода для человека не первостепенна, для человека первостепенно нанести вам либо ответный удар, либо сделать вам больно, для того, чтобы посмотреть на эффект происходящего. То есть вот такая любовь, скажем так. То есть здесь, если бы мы задавали однобокий вопрос, любовь или выгода, любовь или вас используют, то тогда это ближе к любви и ближе к тому, что вас не используют. Вам просто хотят показать то, как вы должны чувствовать на сегодняшний день. А я всем желаю, чтобы любое общение было для вас позитивным и приятным, потому что негатива в жизни достаточно много и очень много людей, которые иногда не отвечают за свои слова и говорят какие-то глупые вещи. Пускай таким людям воздастся, конечно, и им, естественно, воздаются по жизни. И я желаю, чтобы в отношениях всегда на вопрос любовь или выгода, дружба или меркантильность, симпатия или использование вас всегда был только первый вариант. Любовь, дружба, симпатия. И чтобы действительно друзья, приятели, близкие, родные, наши вторые половинки относились к нам искренне и желали нам только добра. Для тех, кто хочет получить личный расклад для себя индивидуальный, вы можете писать мне в личку. Все мои контакты в текстовом описании данного видео. Также в прикрепленном комментарии я оставлю ссылки на плейлист, где можно оставить вашу идею для общего расклада. И, конечно, оставлю ссылку на правила заказа индивидуальных раскладов для себя. С нею надо ознакомиться, конечно, с этой информацией для того, чтобы понимать, как лучше себя вести, каким образом взаимодействовать и как снять лишние вопросы. А я всем желаю любви, счастья, взаимопонимания, душевного тепла и искренности в жизни. Удачи, до встречи, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok